Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас на урок биологии. Тема сегодняшнего урока – окружающая среда и здоровье человека. Наш урок я предлагаю начать с слов французского философа, писателя Мишель Монте. Здоровье – это капитал. Данный человеку природа изначально, потеряв который, трудно вернуть обратно. Существует много определений понятий здоровья. Например, Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Состояние здоровья определяется социальным развитием, экологическим, духовным и окружающей средой. Поэтому в формировании нашего здоровья все имеет значение. Необходимо добавить, что каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью. Поэтому стоит считать справедливым еще одно определение здоровья. Здоровье – это образ жизни человека, его индивидуальная система поведения, обеспечивающая физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей среде и активное долголетие. Ученые выделили следующие факторы, влияющие на здоровье человека, и распределили их следующим образом. 20% влияния на наше здоровье оказывают генетические факторы. Также 20% отводим на медицинское обеспечение. И обратите, пожалуйста, внимание, 60% составляют природные, социальные, экономические условия, определяющие здоровье человека. Человек с давних пор рассматривает окружающую природную среду как источник ресурсов. Редко задумывается о том, что, возвращая в природную среду отходы производства, загрязняя ее, он создает условия неблагоприятные прежде всего для своего существования. Факторы окружающей среды учеными-экологами делятся на абиотические, биотические и антропогенные. Я предлагаю подробно рассмотреть влияние каждого из этих факторов на организм человека. При этом напоминаю, что в течение всего урока вы записываете основные моменты нашей темы в своей тетради. Итак, давайте поговорим о абиотических факторах неживой природы. Это свет, температура, вода, состав воды и почвы. Влияние абиотических факторов неживой природы на организм может быть как положительным, так и отрицательным. Состояние окружающей среды постоянно ухудшается и усиливается ее отрицательное влияние на здоровье человека. Неправильный приток атмосферного кислорода, питьевой воды, пищи абсолютно необходимы для нормального существования и биологической деятельности человека. Если в окружающей среде содержатся вредные для здоровья вещества, то это приводит к возникновению различных заболеваний. Загрязнение окружающей среды, вызванное деятельностью человека, это антропогенный фактор. Двуокисера, вылетающая из труб промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей, сбросы технической воды горнородных предприятий, вносимые гербициды и минеральные удобрения в почву, все это отражается на здоровье человека. И, конечно, губительно влияет на природу. Биотические факторы, влияющие на здоровье человека, это живые организмы окружающей среды. Организм человека во многом связан с растениями, грибами, животными, микроорганизмами, бактериями. Организм человека – это сложный организм. Он входит в общий круговорот веществ и подчиняется его законам. Организм человека – это организм такой же, как и все живые организмы. Человек является частью природы. К биотическим факторам, опасно влияющим на здоровье, относятся возбудители многих болезней, которые распространяются в природе. Например, возбудитель тюлоремии может бесконечно долго передаваться от поколения к попалению в популяциях грызунов, а при определенных условиях заразить человека. Именно такой характер имеют природные очаги – чумы, желтые лихорадки, малярии, вирусного гепатита, клещевого энцефалита. Переносчиками таких болезней являются москиты, комары, блохи и клещи. К биотическим факторам также можно отнести отравления, вызванные ядовитыми грибами и растениями. Нельзя забывать, что человек не только биологический, но и социальный организм. В определенных случаях он приобретает вредные социальные привычки – табакокурение, употребление алкоголя, энергетических напитков, прием наркотиков. Даже самые малые дозы табака и спиртного негативно влияют на здоровье, а употребление наркотических веществ является губительным фактором для всех органов и приводит к поражению всего организма. Поэтому важно помнить, что зависимость от этих веществ приводит не только к возникновению неизлечимых болезней, но и к потере социального статуса. В социуме человеку иногда приходится преодолевать опасности, угрожающие здоровью и жизнью человека. Поведение людей в экстремальных ситуациях может быть разным и зависит от индивидуальных особенностей. Если человек ведет себя адаптивно ситуации, значит, он использует правильно меры защиты и взаимопомощи. Это обеспечит ему сохранение здоровья. Но иногда в сложной ситуации поведение и поступки человека носят негативный характер. И в этом случае нерациональное поведение является опасным для здоровья. Многие врачи в наше время рассматривают еще одну опасность для здоровья человека. Это избыточная информация. Отрицательное воздействующее на психику. Экологи называют это информационным загрязнением среды обитания человека. Признаки и свойства информационного загрязнения разнообразны и имеют широкую распространенность и касаются всех жителей планеты. Информационное загрязнение особенно сильно влияет на детей. Молодые люди становятся более информированными, но менее образованными. Не способными адекватно оценивать качество получаемых сведений. Классический постулат «чем больше информации, тем лучше» в современном мире утратил свое значение. Информация и знание стали разными понятиями. Знания способствуют развитию человека и благоприятно влияют на его психическое и физическое здоровье. Лишняя информация нарушает работу головного мозга и снижает мыслительную деятельность. При возникновении большого количества загрязнений вероятность развития болезней возрастает. Высокий уровень шума может вызвать головные боли, повышение давления, потерю слуха. А избыточная освещенность, которая характерна для всех жителей городской среды, приводит к раздражительности, ухудшению зрения, недосыпания. Оксид углерода и диоксид азода в воздухе крупных городов снижают наш иммунитет. А мы помним и знаем с вами, что иммунитет это защитные силы организма, которые защищают нас от инфекций. Наш окружающий мир это наш организм. Оберегая окружающую среду, мы оберегаем свое здоровье. Мы обязаны сохранить самую уникальную ценность человека, его здоровье и здоровую природную среду. Для здорового человека важным является его образ жизни. Я призываю вас вести здоровый образ жизни для того, чтобы быть здоровыми. Вашим домашним заданием будет составить кластер, где вы отразите все спектры здорового образа жизни. Благодарю всех за работу. До новых встреч. Будьте здоровы! для здоровья! До новых до новых встреч.